Число инфицированных по всему миру перевалило за 15 миллионов. За 24 часа рост более чем на 284 тысячи. Это максимальный показатель. Впрочем, о второй волне эксперты ВОЗ заговорили еще в начале лета. Вторая волна не является неизбежной. Однако, все большее число стран снимает ограничения. Есть явная угроза повторного всплеска инфекции ковид. Если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить. Во Франции резкий рост заражений. За сутки выявлено свыше тысячи вирусоносителей. Зафиксировано 10 новых очагов инфекции. Минздрав республики уверяет, причина в пренебрежении мирами предосторожности. Больше всего пострадали основные туристические регионы. В Британии весь Лазурный берег, два департамента ВАР и Приморские Альпы в красной зоне опасности. Правительство приняло решение об обязательном тестировании прибывающих из 16 стран, в том числе из Алжира, США и Турции. Путешественники, направляющиеся во Францию из этих стран, должны предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус. В ином случае они пройдут тест в аэропорту. На другом берегу Ла-Манша введено обязательное ношение масок в магазинах. Премьер Британии Борис Джонсон поддерживает меры. В Соединенном Королевстве почти 300 тысяч инфицированных скончались свыше 45,5 тысяч человек с диагнозом COVID-19. Маски становятся обязательными. Это разумный шаг, особенно когда пандемия продолжается. Мы хотим уменьшить риск заражения вирусом. Тем временем в Лос-Анджелесе диагноз подтвердился у 165 тысяч человек. Эпидемиологи отмечают, группа риска изменилась. Если раньше жертвами смертельного вируса становились в основном люди старшего возраста, теперь свыше половины заболевших не исполнилось и 40. Надеюсь, это поколение будет вести себя в соответствии с новыми санитарными нормами, соблюдая социальную дистанцию. А также они будут носить маски, нравится это или нет. Такое поведение – единственная возможность уберечься от инфекции. Россия после четырех месяцев закрытых границ возобновляет международное авиасообщение на первом этапе с Великобританией, Турцией и Танзанией. Ведутся переговоры с другими странами в списке 30 государств. Это решение о возобновлении международного авиасообщения. И при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Курортные страны открывают границы. Туристов ждут Черногория, Турция и Египет. Путешественникам советуют не расслабляться. Важно, чтобы отдых не стоил жизни. Стоит обратить внимание, это рекомендации и Минздрава, и нашего Министерства иностранных дел, что всякий раз, отправляясь путешествия за пределы Республики Беларусь, нужно внимательно следить за тем, какая там ситуация. Она меняется динамично, она меняется каждый день. И поэтому, говорят, белорусы собрались куда-то лететь. Лишний раз, может быть, позвоните в посольство этой страны, узнаете, что там происходит. Зайдите в интернет лишний раз, посмотрите, что поменялось. Из Стамбула в Минск прибыл гуманитарный груз для медиков. В коробках свыше 8,5 тысяч средств защиты и оборудования. В Минздраве отметили, несмотря на снижение заболеваемости, от помощи не отказываются. Лишь за последние три месяца в больницах израсходовали больше масок, чем за два года. Гуманитарная миссия состоялась при участии посольства Турции в Беларуси. Ценный груз передали турецкие частные компании. Груз состоит из кислородных концентраторов, масок, очков, щитков медицинских. Все это будет предназначено для наших врачей, для наших медицинских работников, именно в рамках борьбы с COVID-19. Несмотря на то, что заболеваемость COVID-19 в Республике Беларусь снижается, помощь все равно такая нужна. 29 санаторий в Беларуси выступают в роли реабилитационных центров для людей, которые перенесли пневмонию, в том числе после заражения коронавирусной инфекцией. Здоровье восстанавливают свыше 17 тысяч пациентов. 70% заполняемость, она сегодня оптимальна. С учетом эпидситуации сегодняшней, с соблюдением социального дистанцирования, то необходимо, чтобы человек приехал с результатами тестирования, не поднее двух суток с момента заезда. Значит, и также должна быть справка об отсутствии контактов на протяжении последних двух недель с больными или контактами первого уровня. Выделенные деньги на поддержку экономики в условиях пандемии не исчерпаны. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси. Страна затратила на различные надбавки, льготы, рассрочки и арендные каникулы около полумиллиарда рублей. Президент утвердил соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития для финансирования проекта по реагированию на COVID-19. На сумму в 90 миллионов евро закупят оборудование для отделений интенсивной терапии и реанимации, оснащение для службы скорой медпомощи, 20 компьютерных томографов, средства индивидуальной защиты, лекарства и тест-системы для диагностики инфекции. Мария Бересневич. Итоги недели.